Музыка Потому что я помню, например, ну вот как это описать, я даже не знаю. Уже в 60-е годы было дело, мы с моим приятелем, художником Алексеем Смирновым, он был такой очень известный, в 60-х годах художник. И тогда, как вы слышали, было модно вырезать иконы из старых храмов, старых церквей и так далее. Там же люди просто дико обогатились, да и там были. И вот мы с ним поехали под Рыбинск, там заводохранилище довольно далеко, на Волгу. И вот там мы были тоже ночью в храме, он решил выпилить иконостас. Он знал, что это очень известная вещь, и за нее дадут новые деньги. Ну и вот, и пошли в эту ночь, и причем было довольно большое село. Но туда, к церкви заброшенной, залепанной чернилами и прочими советскими делами, туда никто не ходил. Вот. И он начал только пилить иконостас, потом бросил ипилу и все, и побежал ко мне. Я стоял тут, там, у входа в дверях. Он говорит, я не знаю, что-то меня трясет, говорят, кто-то есть здесь. Потом, значит, так вот, мы видели, подходит человек с черной головой. Не то, чтобы негр, у него руки были белые, но... И причем было сразу понятно, как всегда бывает в знакомстве с потусторонним миром, всегда знаешь точно, допустим, что это не выкрашенное лицо, что это подлинно черное лицо. Это как-то сразу бывает понятно. Он подходит на нас, в никакого вниманиях, в каком-то лохматом пиджаке, там, годочком 20-го года примерно, в таких же диких штанах, подходит, бухается. В общем, это, конечно, зрелище тяжелое, вот в иконостасе торчит здоровая ручная пила. Вот это вот. И он, не обращая внимания, вот так вот рыдает и плачет, вот так вот, и все время, вот так вот. Насчет того, что, Господи, прости, там, и так далее. Мы дали дюро оттуда, даже не стали вообще близко, только там действительно это самое. А главное, что мне понравилось, что ни одной вороны там не было при этом вообще. Обычно там вся эта церковь была просто в тучах вороньях, а там вообще все тихо, они все смокли, все смокло. Ну вот, и мы настолько психанули, и вот я рассказываю Алёше, он настолько психанул, что вообще собрал Люка, забыл, ну вот, к черту, плевать, на этот констас, уж больше туда не пойду. Ну, таких вот очень много. Спасибо. Спасибо.